Утро! Вот я иду вдоль стены китайского посольства. Она выкрашена в белый цвет. Очень красивая, нарядная. А до этого была вот такая серая, там далеко. Все такая сбита, разбита. А здесь вот такая красивая серая, кремовая. И будут дальше это обязательно не красить еще, потому что там наверху золотистые такие крючочки. Золотые. Я к чему об этой стене заговорила? Вчера на тренинге у Катерины Басалаевой, я и отношения с самой собой, мы рисовали ту же стену, в которой дверь. И за этой дверью свет. И в двери есть замочная скважина, ручка. Очень такой неоднозначный рисунок. И справа там написано «Я тебя люблю, Венерочка». Ну и там еще некоторые мои личные такие записи, тайные мои имена написаны. И вот это было самое трудное в этом тренинге. Осознать, что я достойна любви полностью со всех сторон. Со стороны высшего «Я», и со стороны эго, и со стороны тени, и со стороны своего рода. Что я уникальна, неповторима, что Бог создал меня. Ну как их, я не знаю. Как это дерево. Уже совершенным. Мое любимое дерево, оно часто у меня появляется в парк терапии. Такое чудесное утро. Живые деревья. Осенний парк. Китайское посольство с грандиозными елями. Целый квартал занимает. Очень большое. И это все мы. Это все наша жизнь, наш мир. Наша цельность, по большому счету. И вот через живопись, через искусство, через пение сердца, через вокал, мы можем очень хорошо пообщаться сами с собой. Мы очень мало общаемся сами с собой. Большая часть нашего внимания, большая часть нашего времени направлена вовне. И это оправдано было, особенно когда тигры с облезобой бегали вокруг. А сейчас время меняется. Очень многое в мире зависит от нашего внутреннего самоощущения. От нашего внутреннего покоя, гармонии. Восприятие себя самих как что-то гармоничное, цельное, фундаментальное, как стена. Потому что не мог творец создать нечто несовершенное. Невзирая ни на какие селекционные теории, когда Гитлер, например, старался выбрать какие-то признаки, селекцию проводил. Многие люди в истории пытались это делать. Спартанцы, например. Или индусы в новейшее время. И китайцы. Они же имели возможность мало детей родить. И имели возможность УЗИ использовать. И соответственно все девочки маленькие внутри мамочек абортировались. И рождались мальчики. И к чему это привело? Если интересно, посмотрите в интернете. Итак, к чему я это все? Я к тому, что можно жить в мире, в гармонии, с фундаментом своей личности, выстроенным идеальным образом. Можно через высшее Я ходить и во внутренний мир, в сияющий мир. Тот мир, где ты искорка, звездочка, солнышко, любимое дитя Бога и любимое дитя своего рода. И можно выходить наружу, где о тебе очень много мнений. Ты такая, ты не такая. Ты это правильно делаешь и это неправильно. Все эти критерии, особенно критические высказывания. Какие-то оценки себя. Какие-то даже преступления родителей, которые совершались в отношении вас. Особенно со стороны мамы. Очень много в процессе социализации в нашем обществе совершается насилие над маленькими детьми. Особенно над мальчиками, к сожалению. Ничего смешного, ну и ничего трагического в этом я не вижу. Это жизнь, это опыт и в нем мы живем. И если вы себя ощущаете в поиске, в каких-то новых для себя ощущениях, опытах, обращайтесь. Поработаем, разберем и в тета, в эзотерических практиках, и в арт-терапии, и в классической психологии гуманистической. И я думаю, что многие вещи вам будут казаться совсем иначе. Вы их будете видеть, ощущать совсем иначе. Более позитивно, более насыщенно. И сможете ощущать себя на вершине вот такого высокого-высокого шпиля университета Москвы. В общем, жизнь прекрасна, обращайтесь. Вам могу ощутить это во всей полноте. Пока!